Здравствуйте, меня зовут Казакова Наталья, я врач-аллерголог-комменолог. И сегодня мы с вами поговорим о профилактике острых респираторных вирусных инфекций. В первую самую очередь нужно обратить внимание, есть ли какие-нибудь дефициты в организме или нет. В том числе дефициты в плане витаминов, макро-микроэлементов, как хорошо, правильно и полноценно вы питаетесь, ходите ли вы гулять на свежем воздухе, как часто, как долго вы это делаете, одеваетесь ли вы по погоде или нет. И самое главное, как вы ухаживаетесь за помещением, в котором вы чаще всего находитесь, например, за квартирой. Частые влажные уборки, именно как раз-таки в сезон пандемичный, то есть это осень-весна, периодически зима. Также частые проветривания, желательно, чтобы была оптимальная влажность в квартире. Для этого можно поставить любые увлажнители воздуха. Желательно человека, который заболел, изолировать в отдельной комнате, насколько это возможно, если позволяет ваша квартира. При этом не забываем, что несмотря на то, что человек изолирован в другом помещении, это помещение тоже нужно обязательно убирать и там обязательно нужно проветривать. При возвращении из любых коллективов или из детского сада, если у вас туда ходит ребенок, или из школы, или из большого, где есть большое скопление людей, необходимо каждый раз промывать слизистые, особенно слизистую носу. Подойдет любая морская вода изотонического раствора или же просто обычный физраствор, для того, чтобы хорошо и качественно промыть слизистую носу. Также при выходе в какие-то коллективы или же при выходе на улицу, нам необходимо использовать барьерные методы, такие как маски, или же барьерные спреи, которые будут нежно обволакивать нашу слизистую, для того, чтобы в нее не проникали, не всасывались какие-либо вирусы, бактерии или даже какие-то частицы пыли, которые тоже нам не нужны. Использование мазей и кремов, в том числе оксалиновой мази или гелей для носа на основе интерферонов, применять не надо, потому что они забивают очень сильно реснички, которые у нас находятся на слизистой носу, тем самым мы, наоборот, усугубляем ситуацию и на жирные, более жирные основы сильнее прилипают вирусы и бактерии. Использование противовирусных препаратов при каждом вашем подозрении на заболевание или когда вы уже понимаете, что вы заболели, все-таки нецелесообразно, потому что чем больше мы стимулируем иммунную систему, тем хуже она потом отвечает на любые воздействия извне. И ей нужно будет дополнительный допинг для того, чтобы дальше адекватно функционировать. Поэтому желательно все же проводить лечение и профилактику в том числе простыми методами, такими как обильное питье, хороший эмоциональный настрой, особенно настрой на выздоровление и обязательно пребывание чаще на свежем воздухе. Ну и восполнение всех комплексов витаминов, которых не хватает в нашем организме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова